В Свердловской области автоинспекторы остановили люксовый внедорожник «Мерседес», водитель которого использовал вторую пару госномеров, чтобы систематически нарушать правила дорожного движения. Быстрая смена госрегзнаков производилась с помощью магнитной рамки. Хитреца удалось вычислить с помощью цифровой системы «Паутина». Это облачное хранилище данных обо всех зарегистрированных, снятых с регистрации, находящихся в розыске в связи с угоном или большим количеством непогашенных штрафов автомобилях, а также автомобилях, чьи владельцы лишены водительских прав. С помощью камер фото-видеофиксации, установленных на основных автомобильных трассах, «Паутина» вычисляет в потоке машины, законность эксплуатации которых вызывает вопросы, а оператор сообщает посту, расположенному на соответствующей трассе, о приближении такого автомобиля. Таким образом, на Серовском тракте и был остановлен этот, еще довольно новый, 2020 года выпуска «Мерседес-Бенц» GLE 400D. Номер этого шикарного внедорожника N549MO 196 регион в ГАИшной базе числился в злостных нарушителях. Только за последние два месяца системами автоматической фиксации нарушений владельцу этого номера, Екатеринбургской компании «Блакстройсервис», занимающейся обрезкой и сносом старых деревьев, было выписано 50 штрафов, в основном за превышение скорости. Но проблема с этим номером была и посерьезнее. Некоторое время назад владелец автомобиля заявил о пропаже госномеров и документов на машину. «Мерседес» был перерегистрирован и получил новые номера, а эти попали в базу розыска. Естественно, при таких вводных вопросах у инспекторов к 48-летнему водителю авто скопилось немало. Проверив его документы, гаишники убедились, что автомобилем тот управляет на законных основаниях. В полис ОСАГО он вписан и имеет при себе регистрационные документы, только в документах значатся совсем иные номера, с цифровой частью 666. Еще несколько лет назад эти самые три шестерки были установлены на самосвале «КамАЗ» с грейферным захватом, использовавшимся тем же самым ООО «Блакстройсервис» для перевозки спиленных стволов деревьев и другого твердого мусора. А затем перекочевал на этот самый «Мерседес», взятый осенью 2020 года сначала в лизинг, а затем выкупленный в частную собственность. По признанию водителя «Мерседеса», новые номера у него были с собой в багажнике. Он просто забыл их поменять. Но при внимательном рассмотрении оказалось, что поменять номера было совсем нетрудно, поскольку они крепились на магнитную рамку и устанавливались на кузов автомобиля одним движением руки. Мужчине пришлось признать свое вину. Сейчас в отношении нарушителя составлены административные материалы за все НПДД, допущенные с якобы утраченными номерами, а также за управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками. Это нарушение описано в части 4 статьи 12.2 КАП и имеют санкции в виде лишения водительских прав на срок от 6 месяцев до 1 года. Для справки. Mercedes-Benz GLE 400D 4MATIC собирался в подмосковном Есипово на заводе Mercedes-Benz Manufacturing Cruise в рамках договоренности между концерном Daimler и Минпромторгом РФ. Благодаря российской сборке немецкие люксовые автомобили могли закупаться органами власти в ходе государственных тендеров. Весной прошлого года завод прекратил работу. Цена такого автомобиля 2020 года выпуска сегодня на вторичном рынке равняется примерно 8-9 миллионам рублей.